Ненецкий автономный округ Ненецкий автономный округ занимает Тиманопечорская нефтегазоносная провинция. Эксплуатируемые месторождения углеводородного сырья, динамично развивающийся нефтедобывающий комплекс определяют высокий экономический потенциал НАУ. На территории региона открыто 91 месторождение углеводородов. Ненецкий государственный природный заповедник создан с целью охраны и изучения типичных малонарушенных экосистем восточноевропейских тундр и прибрежных акваторий Баренцева моря. В заповеднике обитают краснокнижные животные – белый медведь, атлантический морж, белуха, гренландский кит, белоклевая гагара, тундровый лебедь. Пустозерское городище – объект культурного наследия федерального значения. С момента появления город и крепость Пустозерск превратился в центр всей Низовой и Средней Печоры – от Тиманской тундры до Северного Урала, от побережья Баренцева моря и Войгача до рек Вым и Уса. Это был самый крупный населенный пункт на Крайнем Севере – административный, торгово-промысловый, культурный и религиозный центр Печорского края – военно-опорный пункт. Ненецкий автономный округ исторически является исконной территорией проживания ненцев – коренного малочисленного народа Севера, ведущего кочевой образ жизни. Основной вид хозяйственной деятельности – оленеводство. За долгие тысячелетия ненцы создали яркую и самобытную культуру, максимально приспособленную к суровым природным условиям Арктики. Город Наринмар расположен за северным полярным кругом в низовьях реки Печоры, в 110 километрах от Баренцева моря. Основан в 1929 году как рабочий поселок. В 1935 году приобрел статус города. Сегодня Наринмар – это административный, экономический и культурный центр Ненецкого автономного округа. Гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова – самый массовый и зрелищный праздник Ненецкого автономного округа. Снегоходные гонки стали устойчивой приметой арктической весны и брендом региона. День оленя – традиционный праздник коренных жителей тундры ненцев, который отмечается ежегодно в начале августа. Обязательная часть праздника – торжественное собрание ненецких семей, на котором награждают и чествуют лучших оленеводов. Гости праздника могут покататься на настоящей оленей упряжке, погостить в чуме, отведать национальные блюда из оленины, примерить национальную немецкую одежду. Традиционные состязания оленеводов «Семенхат-Мерита» – самый быстрый, зрелищные состязания по национальным видам спорта среди оленеводов – мужчин и женщин. Это гонки на оленях упряжках, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок. Бег на 300 и 600 метров в метании Тензея украшает праздник-конкурс национальной одежды. Проект строительства немецкого мультимодального логистического хаба в районе поселка Индига. Проект позволит увеличить загрузку северного морского пути в интересах государства. Помимо нефтяного терминала и специализированных причалов в состав хаба войдет угольный терминал, который рассматривается как опорная точка для существенного роста экспорта угля Российской Федерации по трассам Северного морского пути. Реконструкция аэропорта Амдерма. Это полноценный терминал для нужд военной обороны и гражданской авиации. При реализации проекта учитывается также возможность размещения в районе арктического поселка Амдерма, который расположен на берегу Карского моря, аварийно-спасательного центра, нефтеналивного терминала, пункта дозаправки судов на Северном морском пути. Проект реконструкции аэропортового комплекса Наринмар является жизненно важным проектом для округа, поскольку на сегодняшний день воздушный транспорт является единственным видом транспорта круглогодичного действия в Нинецком автономном округе. Реализация перспективного проекта компаний «Газпром» и «Лукоил» по созданию совместного предприятия по разработке Ванивийского и Лаеворского месторождений в Нинецком округе. Добываемые углеводородные ресурсы значительно увеличат доходную часть окружного бюджета. Реконструкция Наринмарского морского торгового порта и проведение дноуглубительных работ. Для обеспечения транспортной доступности региона необходимо выполнить дноуглубление реки Печоры, единственной транспортной водной артерии региона, по которой доставляются грузы для строительства и содержания территорий, продуктов в Дании, северный завоз угля, дров, дистоплива. Нинецкий автономный округ – стратегический вектор развития российской Арктики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова